Ранее были запланированы проверочные сборы, которые хотели начинать с 26 сентября, и повестки на них граждане уже получили. На сегодняшний день, с учетом объявления частичной мобилизации на территории Российской Федерации, данные повестки считаются недействительными. Все остальные повестки, выданные военным комиссариатом, со сроками явки не 26 сентября, являются действительными. И явка граждан по данным повесткам обязательна. Повестка вручается гражданину лично, в случае отказа от получения составляется акт, визируется представителем органов МВД и передается в следственные органы. Наказание за отказ начинается от административной и заканчивается уголовной ответственностью. Оговаривается, что если гражданин не получил повестку, он имеет право выезда из региона, но это не значит, что он не получит ее вообще. Поэтому людям призывного возраста, которые подпадают под критерии частичной мобилизации, рекомендуется не покидать пределы территории республики. Но он будет оповещаться в том числе и в других регионах. Добавим, что за жителями Бурятии, призванными на военную службу по мобилизации, сохранят рабочие места. Глава республики Алексей Цыденов подписал указ. Напомним, накануне в стране объявили частичную мобилизацию. Призывники перед отправкой в части должны будут пройти обязательную военную подготовку. Как заявил Сергей Шойгу, в общей сложности призовут 300 тысяч резервистов. Их силы необходимы для контроля линии фронта. Мария Латышева, Новости дня.